ребята привет это алекс дозор и у нас сегодня честный обзор донглас листочка от басеус я его брал обошелся он мне в 100 гривен 3 ищем то долларов 3 23 23 сейчас же он 140 гривен его цена ну так что просто купить и около 5 долларов это получается там 4 490 да я его вообще зачем брал у меня была заказана куча всяких проводочков которые аккумулировались на укрпочте я не знал что они там собираются а потом пошел забрал тут если что ссылка на распаковку укрпочта разродилась будет сейчас вначале никто ссылки не выкидывает и заказал психанул от басеус потому что не всегда все нормально приходило все отслеживалось все это и когда заказывал я думал это просто переходничок но это оказался тоннгл с сапом с каким-то их собственным сапом тут вот написано ладно что тут написано давайте посмотрим комплект поставки и еще что подписано вместе ну что вот такая вот коробочка интересная ну как как у басеус в принципе всегда если вы смотрели мои распаковки то я много но немного проскакивает частенько от них какие-нибудь кабель очки какие-нибудь переходнички вот собственно так она будет про вот что что у нас здесь самое главное что здесь у нас есть сап вот написано что здесь стоит дак и 24 бит 48 килогерц то что он может и давайте его распечатать то что это юсб тапси на три с половиной лайтнинг коробочка начала рваться как вы видите ну вот такой мануальчик но все как обычно рожицы с львенком не кинули почему-то последнее время не докладывают и вот так вот это я его уже так упаковал был он упакован по-другому посмотрите на распаковку сейчас ссылка на распаковку ба наверно вот все таки мог вот как послал пакова да не не наверное а именно вот так вот бомба пушка ракета вот такой вот поросящий хвостик как называют их в англии вот такой вот донгл свисток компакты вроде как позолоченные не знаю пробу не снимал давайте посмотрим да его длина он так это сделаем чуть-чуть еще вот да то есть 10 сантиметров чуть-чуть больше 10 и 5 будем грубо говоря так и сами вот эти вот штучки не знаю может надо вам это не надо 23 миллиметра и тут у нас и тут тоже самое от 23 с половиной миллиметра здесь защита от перегибов в такой простая резина самая я думаешь с ним все равно надо быть поаккуратнее вот как я брал его за 3 и 20 долларов за 100 гривен в принципе ничего такой аппарат я не знаю за 5 долларов можно посмотреть уже в другую сторону например в сторону чарм тэка на кодекс на конекс анти а вот допустим если говорить о лаконаке на этом на реал тэке то вот я тоже следующий обзор буду снимать на него то звучат они даже примерно одинаково если на чарм тэк на конекс анти звучит реально лучше то здесь же ну то есть как бы если сравнивать с реал тэком то то почти на равных может быть на каплю на каплю вот этот басеус хуже поэтому смотрите я мы его заказывали просто как переходник потому что заколебали ждать переходники и и решили взять от басеус ну вот так ладно давайте поговорим как он как он звучит что какое влияние он вообще может оказать на звук а может и не оказать и что ребята хотелось бы сказать так это начнем с легкого отступления как он работает с плеером да никак то есть при подключении к плееру он его подглючивает то отключен то подключен интерфейс и не играет через него почему-то через у меня темпотек v1i на него ссылочка работать с ним не хочет ни в какую как в принципе да вот я для примера сейчас покажу вам должно быть видно вот такой вот донгл обычный самый с которым как бы который не на чипе с которым работает процессор телефона и он тоже здесь как бы не работает если что а с телефоном он работает вполне как бы корректно пока мы не начинаем его подключать на прямое подключение железа то есть он работает он усиливает сигнал он дает звук на наушники да давайте я вот вытяну так скажем референсные мои наушники одни из тех которые мне нравятся любимые наверное все же у меня варки на данный момент ссылки всплывут сейчас на кс позже товар подключил сюда и все хорошо все замечательно все работает но при подключении к плееру фила к прямому прямое подключение к железу все он перестает работать он его не видит там идет тоже какой-то сбой если мы подключаем с прямым подключением на этом самом как его скажите мне на хайпе вот то там там он подключается но работает гораздо тише чем если бы он работал бы без этого прямого подключения к железу поэтому проверьте сами посмотрите как 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 у вас лучше ну мне кажется что лучше всего он будет вот просто работать без прямого подключения к железу и опять таки это у меня на моем телефоне на moto force z2 как будет это работать у вас может быть как бы каких проблем вообще не будет но я обязан об этом сказать что у меня как-то это происходит так так отложим телефон и наушники и поговорим о звуке что все-таки он может добавить звуку во первых то что как бы мощи побольше чем с вот этим маленьким тонком это факт во вторых может есть ну не может есть а вот чувствуется вы сможете почувствовать вот так будет правильнее сказать легкое добавление разумеется на низких частотах чуть-чуть туда в музычку добавить с этим он звучит гораздо проще то есть здесь все становится собране звук становится более тугой более становится чуть чуть больше больше веса на низких ну на середину с высокими частотами он практически как бы не влияет но в общем то есть звук идет гораздо лучше чем с каким-то таким тешмаревым запеком немного он его притемняет наушники у меня cvg на них самые дешевые на них я не знаю вышел не вышел еще выйдет обзор вот с ними и в принципе хорошо все наушники стоят и cvg в том числе тоже вот вот с ними в принципе получилось нормально сейчас буду снимать обзор на лаконак на реалтеке и на нем как бы тоже тоже вот разница между ними вот невелика немножечко мощнее немножечко темней будет этот реалтек а стоит он в два раза дороже вот этого цапика поэтому там уже думаете сами смотрите сами давайте пустим эксперта и посмотрим как ему этот цапик этим эксперта я добавлю еще такое резюме по звуку а звуки как-то было меньше всего звук с ним получается немного притемненный собранный и тухлый ну кстати с хлебушком вытянули его с клетки и он уже сразу с этим самым съедует то есть как бы влияет делает его мощнее гораздо мощнее чем простые поэтому рекомендую ли я эту штуку я в принципе да как самый дешевый вариант это вещь неплохая если как бы есть что добавить возьмите лучшее на чармтек на конексальте это как бы один из моих любимых свистков такой легкий спойлер к этому баку о свистках не хочет ему не понравилось дешевый слишком для меня все давайте музыка была режим он вначале написал сейчас сказал подписывайтесь на мой канал всех обнял посылал до скорой встречи вот вот